Микс Ньюс Микс Ньюс Я думаю, что об этом мы сможем судить, потому что очень объемные вопросы задали, когда будут видны последствия, когда уже этот процесс, чрезвычайная ситуация закончится, и тогда уже можно будет подвести какой-то определенный баланс. Сейчас вот просто так ответить они просто делают достаточно или нет, я бы не брался, потому что это очень большой объем информации, надо знать. И тут я полностью согласен с Армалдом Бабрисом, что это должна быть серьезная команда, которая работает, все время монетирует ситуацию, не просто заседание кабинета министров. Я бы все-таки считаю, что это должен быть или президент или премьер-министр, который каждый день с командой профессионалов монетирует, все время занимается мониторингом этой ситуации и реагирует не так раз в неделю или раз в 10 дней. Буквально каждый час ситуация меняется, кому-то что-то нужно, и тут должна быть очень сильная команда аналитиков, чтобы принимать четкие и верные заказы. Я бы сказал, ну как в ситуации военного времени, когда не надо смотреть настолько на букву закона, сколько смотреть на дух, на суть. Да, такой вопрос, который я хотел вам задать, как вы думаете, все-таки ваше ощущение, вот этот вот кризис, ну фактически вызванный коронавирусом, он как долго продлится? Потому что все-таки создает такое ощущение, что вот этот кризис наложился на уже снижающую экономику Латвии и в свете того, что транзит у нас резко сократился, нет больше нерезидентского банковского бизнеса и так далее. Да, было дело. Латвии, хотя управление нашей страной за последние 30 лет, оно настолько ужасное, что я вообще удивляюсь, как так долго мы еще прожили. Ну, конечно, можно ответ получить, это дотация Евросоюза и обнищание народа, народ уехал, это и говорит о том, как мы прожили эти последние особенно годы. Но то, что эта система рано или поздно бы уже начала буксовать и уже, не знаю, когда рухнула, это был вопрос только времени. Но меня больше в этой ситуации настораживает не то, что вот наша маленькая экономика, как мы тут разберемся. Я думаю, у нас настолько понятная ситуация и мелкая страна, что тут уже не разобраться был бы точно грех, да, как быстро реагировать на какие-то вопросы. Мне больше всего волнует та ситуация, которая складывается в Европе и в мире в целом, да, особенно в таких странах, как Германия, как Италия, как Испания, Франция и та же самая Америка, да. И как вот те процессы, которые проходят сейчас там в связи с этим коронавирусом, какой они оставят отпечаток нам всемирную и глобальную экономику, частью которой мы являемся. Вот это вопрос, мне кажется, ну такой более такой серьезный, да, который мы уже своими силами не решим, да. Как это повлияет на бюджет Евросоюза, с которого мы все-таки кормились, да, все эти последние годы в том числе. Ну, этот вопрос очень большой, это большая такая, ну, надо ставить знак вопроса, да. И вот это меня волнует больше. Да, это хороший вопрос. Вот как вам кажется все-таки, кому государство должно помогать там в первую очередь? Вот есть два, две концепции. Одни говорят о том, что, конечно, нужно обязательно помогать вот той сфере, которая пострадала. Первый, понятно, что гостиницы, рестораны, бесто, труфирмы. Другие говорят, что раз они все равно закрыты и не работают, то, может быть, надо все-таки пытаться помочь тем, кто еще живы. Вот ваше вообще мнение? Ну, я думаю, что в каждой ситуации есть свои решения. И государство должно помочь, вопрос как, да, то есть дать кому-то денег, дать какие-то, ну, сделать какие-то изменения в законодательстве, касается банковской, что касается банковской деятельности, чтобы там были какие-то условия по кредитам мягче и так далее. Вопрос, как банк может помочь гостинице, например. Потому что если у гостиницы есть собственник, своя компания, который, скажем, ну, построил гостиницу, он не взял кредит, и у него сейчас уменьшилось, скажем, поток туристов, ему надо платить ежемесячные коммунальные расходы. В какой позиции, вот если взять конкретный пример, государство должно такой гостинице помогать? Ну, я так не совсем это еще пока понимаю. Просто дотации давать какие-то, ну, у вас там уменьшился оборот настолько, то и мы вам, ну, вот компенсируем с бюджета, дадим нулевой кредит, который вы там какой-то срок потом будете отдавать. Я не совсем понимаю, как эта помощь будет проявляться. Вот многие считают, я думаю, наверное, справедливо, что любой кризис, ну, должен чему-то научить. Я сейчас не говорю о медицинских каких-то последствиях с точки зрения, там, не знаю, разработки вакцины или лекарств от коронавируса. Это уж пускай ученые занимаются. Я имею в виду с точки зрения вообще экономики, налоговой системы. Вот тут мнение расходится, наши радиослушатели не очень верят, что правительство возьмется за умность, так можно сказать, после кризиса. Как вы считаете? Я считаю, что вообще ненормальная ситуация, что у предприятий нет запасов, даже на несколько месяцев, чтобы у маленьких предприятий, чтобы прожить какие-то такие экстренные ситуации. Я считаю, что это ненормально, что у большинства населения нет больше, ну, как на месяц денег, чтобы прожить до следующей зарплаты, да. И только какое-то уже пособие может решить еще несколько месяцев эту ситуацию для конкретных людей. Я считаю, что если мы так жили, что настолько бедный и бизнес, и люди, да, то тут точно что-то в этой стране не в порядке. И этот кризис, этот вирус, да, только скорее выявит это все, что еще как-то вот скрывалось, как-то вот так завуалировалось, да. Я думаю, что мы скоро увидим неспособность системы, не то, что она чего-то там делает повседневно и говорит, вот то, что мы не делали за все эти годы, мы это точно увидим очень скоро. Угу. Да. Вот мы знаем, что банки не очень активно кредитовали реальный бизнес. Что сейчас? Как вы думаете, как дальше будет происходить ситуация? Банки живут своей жизнью, так что у нас местных банков осталось там несколько маленьких, там парочка еще осталась. В основном весь банковский сектор владеет шведы и американцы. Я думаю, они смотрятся совсем по-другому. У них есть какие-то свои стратегические интересы. Они командуют нашим правительством, а не наше правительство устанавливает какие-то правила. Так что в этом плане я считаю, что там как-то вот повлиять на банки, там позвонить какому-то президенту или через ФКТК как-то сказать, вам там надо как-то сейчас кому-то там давать там годовые, полугодовые кредитные каникулы. Я не совсем представляю опять-таки эти все механизмы, как это будет выглядеть. Такой вопрос тоже хотел бы вам задать. Мы знаем, что были назначены внеочередные выборы в Рижскую Думу сначала на 25 апреля, потом перенесено на 6 июня. Что вы думаете по этому поводу? Может ли вот этот кризис как-то повлиять и на сами выборы, и не будет ли так, что правящие попытаются еще передвинуть, к примеру, сейчас называется уже 29 августа, может быть, 5 сентября? Абек, я вам спрошу так. Вы ощущаете, что нету депутатов Рижской Думы, как жители Риги? Ну, в какие-то моменты, наверное, да, вот сейчас развернулась дискуссия о том, что зачем сокращали количество общественного транспорта, в результате получается, что люди не только там социально дистанцируются, а наоборот дышат друг друга в затылок и стоят плечом к плечу. Ну, да. Ну, как вариант, да. Да, но в принципе, особенно те, которые не сталкиваются каждый день с Рижской Думой, не чувствуют, что там нету депутатов. Чиновники остались, департаменты остались, они работают. И то, что касается выборов на Рижской Думе, я считаю, что этот эксперимент может затянуться до следующих выборов вообще муниципальных, когда будут выборы в Латвии. Потому что мы сейчас уже привыкаем к тому, что, в принципе, без власти ничего особенного не происходит. Ну, как-то так. Я думаю, что этот процесс, который сейчас идет в связи с коронавирусом, он очень удобен, чтобы вообще пересмотреть в будущем политическую систему, какая она есть на данный момент в Латвии. Я уже считаю, что она не идееспособна, она ничего решить кардинально не может. Те большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся все эти последние десятки лет, и я думаю, что последствия будут намного серьезнее, и изменение политического ландшафта будет более серьезное, чем мы на данный момент можем даже себе представить. Это мой прогноз. Вы думаете, что, может быть, будет одномандатная округа или, там, не знаю, переход какой-то президентской власти? Возможно. Даже то, что я не исключаю, что этот Сэйм может не доработать. Это не то, что там, ну, там были монстр Сайму, да, этот процесс, который там идет через Латвии, как там было, ну, это голосование. Да, голосование. Да, я думаю, что этот Сэйм тоже может не доработать. Если господин Каймич может спокойно приехать откуда-то, зайти в Сэйм и заразить депутатов, ну, я не знаю, тогда это просто есть такой депутат несознательный, но это уже ужасно, это уже не смешно, да. Ну, я думаю, что просто будет дискредитироваться эта парламентская власть, и это повод коронавируса, он может этому способствовать. Да, это, конечно, совершенно удивительная история, тем более, вот, какие-то очевидцы утверждают, что на этом господин Каймич не успокоился и ходил, как ни в чем не бывал, в магазин за покупками, так утверждают отдельные продавцы. Ну, нам кажется, что, ну, это человек серьезный, адекватный, который поступает так, будучи в статусе депутата Латвийского Сэйма. Да, к сожалению. Вот вы все-таки думаете, что надо двигаться в сторону какой-то президентской республики или какая-то еще долгая модель? Набик, вопрос в том, сколько в стране скоро останется денег после всего этого кризиса. Это то, что я говорил в начале разговора, когда мы подведем баланс, когда мы увидим, сколько падших, я не говорю о людей, не дай бог, что там кто-то умрет, я говорю, какие последствия от всего этого будут экономики. И когда уже денег уже не будет, да, будет просто, надо будет уже пересматривать всю эту политическую систему, всю эту систему министерств, чиновников, да. Это целый комплекс вопросов, потому что страна уже не держит этого, да, и после этого кризиса, еще глобального добавок, еще сокращение европейского финансирования, мы увидим, что страна просто не может этот балласт управленцев, политиков, да, просто содержать. Я думаю, что это будет, как я говорил, триггер, да, всех этих дальнейших процессов. Может быть, такой последний вопрос, который я хотел бы задать. Вот как вы думаете, что сейчас вот в данной ситуации, не знаю, делать бизнесу? Вообще, как бы действительно занять такую выжидательную позицию, всех отправить на отпуск за свой счет и смотреть вообще, что дальше будет происходить? Или наоборот, вот кто-то говорит о том, что надо даже в этой ситуации греть экономику, начать ремонтировать мосты, дороги, строить что-то? Так как наши люди эластичны, да, и, конечно, нету одного рецепта всем отраслям, я думаю, что более сейчас в таком стрессе находятся все, которые связаны с торговлей, с магазинами, с общественным питанием, с теми же гостиницами. Я думаю, в какой-то, скажем, другой отрасли, как строительство, я не вижу там, почему чего-то не строить, чего-то не делать, да. Ну, если вы, та же, ну, то есть, ну, это надо смотреть уже конкретному предприятию. Если есть договора, которые надо выполнять, и нету там огромных рисков, каких-то там здоровья для сотрудников, ну, почему нет, надо продолжать работать. Если людей нет, клиентов нет, ну, возможно, надо закрыть на какое-то время, посмотреть, что будет после 14 апреля, да, будет ли эта чрезвычайная ситуация продлена или нет. Ну, как-то надо следить и эластично каждому предпринимателю самому разбираться в ситуации и принимать решения. Спасибо большое, Игорь Мэй у нас был на прямой связи, у нас еще один эксперт, напомню, мы обсуждали экономику, финансовые последствия кризиса. Один звонок даже успеем еще принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. А скажите, я вопрос господину Элкин вам задаю или господину Мэй? Кому я вопрос задаю? Вы знаете, ну, вы сейчас задайте, я попытаюсь ему как-то переадресовать его, да. Нет, нет, тогда вам. Вы знаете, что я хочу сказать? Да. Мы про этот коронавирус очень много говорят. И ясно, что надо руки мыть, надо в тепле спать, надо меньше общаться. А вот почему никто не говорит, что будет с вкладами населения? А если сохранился ли этот закон о том, что, скажем, 100 тысяч государства гарантирует возврата, или он будет уменьшаться, или государство не знает, что будет делать. Что говорят банковские работники при этом? Это не кредитные дела. Это личные вклады граждан Латвии. Это другая. Спасибо большое. Я понял ваш вопрос. Естественно, мы это преадресуем специалистам, которые в банковской сфере работают. Единственное, что я могу вам сказать, что вот за последние, сколько получается, две недели с того момента, как был введен с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, никаких законов или решений, которые бы отменяли закон, гарантирующий вклады до 100 тысяч евро, не принималось. Это значит, что закон действует, так же, как и все остальные законы, чье действие не было приостановлено или отменено. Поэтому я думаю, что по поводу сохранности вкладов на сегодняшний момент никаких таких вот тревог нет. Так мне кажется. Но, естественно, я записал у вас вопрос, и в ближайшее время мы попытаемся на него ответить. Я вот еще один звонок, наверное, приму. Да, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, насчет гарантии тут, конечно, можно интересно по-всякому разворачивать, потому что все-таки чрезвычайная ситуация. Если надо, могут и попросить, так сказать, или подождать попросить. Вот вопрос у меня в следующем, тут даже два, правильно сказать. Как часто мы становимся имитентом еврооблигаций на полмиллиарда евро, и как у нас голосуют депутаты удаленно с точки зрения закона? Спасибо. Спасибо большое. Да, вот сегодня на внешних рынках, я так понимаю, вот эти облигации были проданы, подробности нам пока не сообщаются. Действительно фигурирует вот эта цифра полмиллиона. Вот посмотрим, какие появятся подробности, как это все произошло. Так что спасибо за этот вопрос. Мы сейчас тоже его пометили и попытаемся на него ответить. Что касается удаленного голосования депутатов Сейма. Во-первых, никаких решений насчет удаленного голосования не принято. Во-вторых, сегодня, ну буквально полчаса тому назад спикер Сейма пояснил, что на следующей неделе состоится внеочередное, или даже очередное заседание Сейма. Оно будет происходить не в удаленном доступе. Депутаты соберутся вот по своим фракциям или по своим кабинетам в здании Сейма. Да, при том фракционные фракции находятся не в зале пленарного заседания. И вот в таком составе депутаты с помощью режима видеоконференции будут участвовать в заседании. Видимо, будут поднимать руки. Если надо, я так понимаю, что они смогут проголосовать с помощью электронного голосования. Ну, еще все вопросы утрясаются, но они все-таки в Сейме на следующей неделе должны появиться. Вот так, по крайней мере, дала понятие спикер Сейма Инара Мунице. Естественно, мы тоже будем отслеживать за ситуацией, следить за ситуацией и попытаемся ответить и на этот вопрос. Большое спасибо. Спасибо.